Всем привет! И мы продолжаем. Недавно мы убили Черноязыкова, который застрелил нашу девушку. Как я понимаю, это какой-то культ. И сейчас наша задача добраться до Аргоса и узнать, есть ли у него карты для того, чтобы нам отплыть к Дельфийскому Оракулу. Так, и куда нам теперь? Пробуем сюда. Так, тут какая-то тренировка. Здравствуй, царь! Эварий, как проходит обучение? Мирон и Платон привели новобранцев. Пока неуклюжи, но всему научатся. Почему бы нам не попробовать? Может, я смогу кое-что им показать? Правда! Внимание! Вы удостоены великой чести! Сам царь Ясон покажет, как дерется истинный воин. Это один из наших новичков, царь Ясон. Дыши, парень. Мы только начали, а ты уже выдохся. Не нервничай. Сосредоточься. Ну что ж, попробуем. Все. Как он это сделал? Ты понимаешь, почему он страж? Может быть, царь покажет нам, как биться сразу с несколькими противниками? А почему бы нет? Конечно. Вы двое. Пусть будет три. Как скажешь, царь. Вы трое. Учитесь у царя. Ну что ж, попробуем. Ох, какая. Ты же не хотят смешать раньше времени. Ну, собственно, тем лучше. Подберемся, пока садим. Не подходи. Попробуем несколько другой способ. Сжимает. Один готов. Ага. И остался последний. А теперь мы попробуем булаву. Ох, бедолага. Все, внимание на меня. Вам есть чему поучиться у царя. Тут спрашивали, как сражаться с копейщиком. Вы с Мироном не покажете нам? Ну, давайте. Мирон, ты готов? Новобранцы смотрят на нас. Копье оружие точное. Учитесь у царя-воины. Следите за его копьем. Так, нужно брить копье. Спокойствие. Мы так просто не сдаемся. Зажимаем, зажимаем. Плохо. Так, мы же двоих нету. Мирос еще один. И последний. Великолепно. Честь для нас, царь Ясон. Идас, отличный учитель. Но нужные тренировки. Еще бой? Может, против Платона с палицей? Ну, думаю, нет. Это, видимо, что вроде меня удворило. Удачи тебе. Так, значит, нам не сюда. Идем дальше. Какой запутанный замок. Надо умилостивить богов. Это, безусловно, знак их недовольства. Здесь я впервые увидел Алкему. Еще в детстве? Да. Лекомед, ее отец ушел на войну, оставив дочь у моего отца. Десять лет она жила здесь. Алкема, вернись. Она своевольная, Ясон. Присмотри за ней. Здесь она в безопасности. Я никому не сказал, где она. Алкема! Ты шпион? Сюда, отец! Ты познакомилась с Ясоном. Царлика нет? Ясон, дам тебе один совет. С моей дочерью лучше быть настороженным. Идем я. Ну, и с детства были учтивым мальчиком. Так. Кто ему пришли, значит, нам сюда. Хорошо. Сейчас пять дней заблужу здесь. Какой отсюда открывается лифт? Что у нас тут? Странный зал. Здравствуй, царь. Начальник Стражи Идас. Как ты? Лучше мой царь. Но задета моя гордость. Когда-то у ионийцев вообще не было шансов. Ты храбро сражался. Их было много. У меня для тебя три новости, Ясон. Во-первых, мы получили результаты расследования. Во-вторых, мне сообщили о беспорядках в деревне. И последнее. У меня к тебе личный разговор. Начнем с результатов расследования. Расскажи о расследовании. Боюсь, это тебя встревожит и разочарует. Разочарует. Что меня разочарует? Мы не знаем, зачем убийца был здесь. С ионийцами проще, а не наемники. Пришли за добычей. Но почему алкема? Чего они пытались добиться? Этого мы не знаем. Теперь тревожное. Убийца был черноязыким. Вернее, у него были все признаки такового. Одежда, оружие, татуировки и меткость. Я был на том балконе. Никто в Греции не попал бы с такого расстояния. Узнаем, куда-то черные языки. Идас, что ты знаешь о черноязыках? В основном слухи. Это культ, поклоняющийся темной титониде Гекате. Как и ионийцы, они презирают Алим. Всегда черноязыкие были лучшими убийцами в Греции. Не знаю, помнишь ли, когда ты был ребенком, отец Алкемы, царь Ликомет, пошел войной на культ. До этого дня все считали, что он их уничтожил. Но это не так. Так сказал убийца перед смертью. Так, теперь узнаем о ионийцах. Мы уверены, что ионийцы всего лишь наемники. Практически. Все ионийцы в Греции являются наемниками. Этих нам удалось проследить до Итаки. Они были там около месяца назад. Они говорили, их только что наняли за хорошую плату. Что за беспорядки в деревне? Что произошло в деревне? В Иолк прибыл Зенон из Фессалоник. Его брат Минандр погиб при атаке. Я слышал, он был среди погибших. Ясное дело, Зенон недоволен. У нас с Фессалониками сложные отношения. Сыроеды всегда завидовали тому, что Зевс нам покровительствует. Я помню Зенона. Напыщенный тип. Мнит себя стратегом. Теперь он в деревне кричит и требует компенсировать ему смерть брата. С ним еще пара людей. А наш стражник доложил, что с ним еще была некая ведьма. Теперь узнаем о личном вопросе. Что за личные разговоры, Дасс? Со мной можешь говорить свободно. Да, мне пора в отставку, Зенон. Я уже не тот. После этой атаки я понял, что старею. Мне пора уйти. Не смею просить людей сражаться за меня, если сам сражаться не могу. Среди всех вы, Олки, ты больше всех заслужил право сам решать, когда уйти. У меня три кандидата на мой пост. Чем раньше ты решишь, тем раньше я смогу начать их подготовку. Ну, давай посмотрим на них. Я вижу, ты все окончательно решил. Назови своих кандидатов. Эварий, Мирон и Платон. Шаг вперед. Эти трое равны по опыту и навыкам. Любой из них справится. Ну, сначала поговорим со всеми. Эварий. Эварий, расскажи о себе. Я Эварий, сын крестьянина Сравнин. Идас, лучший начальник стражи. Если я займу его место, буду следовать его примеру. Во имя чести. Стратегия. Скажи, Эварий, как бы ты защитил дворец? Так же, как и Эдас. Рассредоточить стражу, чтобы вовремя заметить опасность. Твои отношения? Что думаешь о других кандидатах? Оба верные воины. Ничего плохого не скажу. Хорошо себя провел. Посмотрим на Мирона. Одно Платон. Платон, тебе слово. Платон, рыбак, но по призванию начальник стражи. Ясон, стража слишком заносчива. Пора начать все заново. Создать новую стражу. Внедрить дисциплину. Твоя стратегия? Дисциплина без стратегии ничего не даст, Платон. Как бы ты защитил дворец? Для начала заставил бы стражников прочесать остров на предмет угрозы. Остальных разместил бы во дворе. Отличный оборонительный пункт. Так, как бы нам выбрать Дивария? Ну и что нам под конец посоветует Пелий? Что скажешь, дядя? Все они люди способны. Раньше мы считали их шрамы и выбирали того, у кого их больше. Тогда мы бы выбрали Эвария. Ну раз у нас дядя остается за главного, мы выберем Эвари. Эварий. Расскажи о себе. Мы подверглись атаке. Страже не нужны реформы. Ее нужно восстановить. Я принял решение. Кого ты выбрал? Пусть будет Эвари. Эвари, назначаю тебя начальником стражи. Ты возглавишь стражу подобно Идасу с честью, благородством и верностью. Ты всегда будешь первым в бою и последним в обороне. Это честь для меня. Я продолжу дело Идаса. Я рад, что в моей страже служат такие люди, как вы. Свободны. Спасибо, Ясон. От меня и моей жены Киприан. Ты ей еще надоешь, и она изменит свое мнение. Пойду сообщу ей новости. Конечно. Закончим все здесь и отправишься в деревню. Ну что ж, тогда сходим. На всякий случай вдвоем стражу Идас. Как скажешь, Ясон. Сходим в деревню и разберемся с недовольным. Так, сначала бы найти отсюда выход. Ага, похоже, это он. Наконец, природа. Так, Геракл, за нами. Хоть какая-то поддержка. Свой дворец был бы на месте среди больших домов Афин или Микен. Это та деревушка. Привет тебе, царь Ясон. Да воссияет над тобой свет Аполлонов. Чем Пандора, волею Бога Солнца скромная гадалка, может помочь тебе? Какую судьбу у меня видишь? Каким образом ты гадаешь? Я расспрашиваю человека о взаимоотношениях с близкими. Потом я ищу, какому созвездию соответствуют ответы. Давай посмотрим на это. Сложный выбор в жизни человека изменит его отношения с миром. О чем поговорим в первую очередь? О семье. Поговорим о семейных узах. Двое просят руки твоей дочери. Один царь. Он возвеличит тебя и всю твою семью, но твоя дочь его не любит. Другой, простой крестьянин, чье самое главное богатство любовь твоей дочери. Если она выйдет за царя, на земле воцарится мир, но она будет несчастна и умрет. Если выйдет за крестьянина, будет жить долго и счастливо, но страна будет охвачена войной. Кому ты дашь благословение? Тяжелый выбор. Все-таки семья превыше всего. Крестьянину. Счастье моей дочери важнее счастья чужих людей. Ну, не так уж. И пусть будет война. Ее я не страшусь. В этом случае твой ответ соответствует Люпусу. Волку. О чем поговорим дальше? На долге. Долг царя перед Станой. Давай об этом. Ты разведчик в армии царя. Границам угрожает соседняя страна. Мир шаток. Но по приказу ты должен поддерживать его. Находясь в патруле, ты видишь вражеского воина, который убегает на свою территорию. В том месте, откуда его спугнули, ты видишь на земле знак. Сигнал для атаки противника. Что ты сделаешь? Изучу знак. Я исследую этот знак, чтобы понять его истинное назначение. Только тогда я решу, что мне делать дальше. Твой ответ соответствует созвездию Пигмалиона, скульптора. О чем поговорим дальше? Давай о дружбе. Давай поговорим о долге дружбы. Ты, как и твой близкий друг, бедный стражник. Ты узнал, что кто-то похитил пожертвование из местного храма. Этим вором оказался твой друг. Его жена больна, а денег на лечение у него нет. Он предлагает тебе часть денег в обмен на молчание. Если ты его арестуешь, тебя ждут награда и повышение. Твой выбор... Ненавижу воров. Вернем деньги. А вдруг мы поможем? Я позволю ему купить необходимые его жене лекарства. А потом я тайком верну остаток. Никто. Я чувствую в твоем ответе влияние пигмалиона, скульптора. Я хотел просто вернуть все деньги. Нам осталось обсудить только вопрос общества. Ты пастух. Ты подозреваешь соседа, не друга в том, что он пускает свои стада пастись на твоих землях. Его пастбище лежат между твоими и лесом. В этом году волки часто нападали и изрядно проредили его стадо. Волки едят его овец, а твоих не трогают. Что ты сделаешь? информативные ответы какие-то. Поможем его заплату. Я пущу его стада пастись на моих землях, но взамен потребую от него часть прибыли от овец. В твоем ответе я вижу влияние центауруса, кентавра. Пандора, какую судьбу ты видишь в моих ответах? Выполняя свои обязанности, ты считаешь, что разум является основой всех решений. В этом мире каждый защищает свои интересы. Кроме тебя самого о тебе некому позаботиться. Друзья помогают друг другу. Если друг сбился с верного пути, ты должен помочь ему. Семья для тебя превыше всего. Для семьи ты сделаешь что угодно. Обстоятельства не важны. Твой доминирующий знак Пигмалион скульптор. Куда бы ни вел твой путь, ты с честью преодолеешь все препятствия. Твой выбор пролил свет на человека стоящего предо мной. Надеюсь мне удалось хоть немного осветить твой путь. Да. Спасибо, Пандора. Что скажешь по полоне? Ты гадаешь, потому что Аполлон наградил тебя даром предвидения? Я не оракул и не провидица, но знаю кое-что о звездах и их влиянии на судьбы людские. Какова сфера влияния Аполлона? Почему еще ты поклоняешься Аполлону? Величие Аполлона простирается далеко. Он повелевает солнцем. Искусство, музыка, порядок все это великие вещи. Но заповеди нас не очень интересует, так что прощай, Пандора. Удачи. Да хранит тебя Аполлон. Так, ну, это не наша деревушка, идем дальше. А вот как это снова поселение появляется. Возможно нам сюда. Да. Вот и он. прояви уважение. Следи за словами. Здесь не Фессалоники. Я вижу. У нас в Фессалониках не принято, чтобы банда наемников убивала почетных гостей. Я сожалею о гибели Минандра. Да найдет он путь в Элизиум. Этого мало! Ты так просто не отделаешься, царь пьелка! Нужна компенсация. Дань! Твои земли богаты, скот тучен, страна процветает под покровительством Зевса. А на скалистой земле Фессалоник жизнь сурова, суровые люди. Но вам, елкицам, на это наплевать. Успокойся, Фессалинец. Просто скажи, что тебе? Я увезу домой тело брата, а вместе с ним полный корабль зерна и овец сиолка. А потом, каждый год, в день смерти Минандра, вы будете мне присылать 10 юных прекрасных девственниц. Что? Вот что я требую в качестве Дани за убийство моего брата. Это крайне неразумно. Стража храбро билась, спасая тех, могла. Смерть твоего брата Тагитя, я сожалею. Но я не буду в уплату за смерть твоего брата посылать тебе невинных девушек. Скажи ему царь сон. Я не буду торговаться. Если ты мне откажешь я и мои люди возьмем дань силой. Ты опозорил брата. Он сразу честно, ты вымогаешь деньги. этой речью ты оскорбляешь память брата. Ему наплевать на брата. Его привела сюда жажда наживы. думаешь и увидишь что мне не все равно. Я вызываю тебя на вой страж. Твои условия. Мои люди и я против тебя сверзилой. Неск облеги рака. Когда я тебя убью твои стражники не будут мне мстить. После твоей смерти я увезу тело брата и желаемую дань домой. А твоя ставка? Вот палец моего брата. Она стоит больше чем весь елк. Ее благословил сам Посейдон. Вот моя ставка. Кому это надо? Нет. Ты поклянешься здесь и сейчас что твоя семья не будет требовать компенсации. А если кто осмелится он навеки опозорит честь твоей семьи. Хорошо так клянусь я Зенон из Фессалоник. Ребята начнем как будете готовы. Сегодня умрет Ясон из елка Ну что ж давай посмотрим кто из нас умрет Ну полет О какая я хочу такую полетру прощай щит прощай иди сюда мальчик и еще раз Ну что ж это все тебя добивать как-то лежачего не очень хочется А вон еще пёс и и но мы не такие кровожадные забирай своего брата я не забуду это и сам а пальцы все-таки возьму и оставь палицу или заражить тобой безопасен ставку забыл проклятие на елк славная палец как думаешь действительно от посейдона узнать одно ясно тебя найдет лучше чем ему им оружие как сменить можно когда это пальцы поражает врагов возможно про уникновение взрыва который поразит всех ближайших противников помимо этого все атаки этой пальцы сильнее чем обычно прекрасно будь осторожен царь и сон с ним была колдунья она может быть неподалеку колдунья ты этого не знаешь ты бы ее видел все тело раскрашено и она спрашивала про убийцу скорее настойчиво требовала ответа и видели ли мы его откуда он пришел пишите и у нее все тело в татуировках руки ноги и лицо тоже темные волосы острый взгляд отмыть ее и она будет хороша ах ты старый походливый козел прошу тебя я лишь даю царю точное описание куда она пошла вы видели куда она делась до зенон громко кричал и я увидела как она ускользнула очень странно она насторожил уши будто прислушивалась и вдруг она насторожилась и молния метнулась сторону склепа царей я слышала как она пробормотала попался и убежала клянусь олимпом и затем она убежала она сказала что ей надо она сказала волки всегда охотятся стаи странный ответ она была настойчива и кажется очень спешива ну что ж на этом пока все спасибо я найду ее и все выясню я думаю на этом мы прекратим всем спасибо всем удачи